Для отделки стен, либо потолков с картонными листами, изготовление каркаса под него нам потребуются следующие материалы. Здесь вот у меня лежат наглядные образцы. В продаже вот эти два типа профиля, они идут в стандартной величине 3 метра. Значит, профиль 60 на 27 на рынке строительных материалов стоит порядка 65 рублей за штуку. Направляющий к нему профиль стоит рублей 40 за штуку. Также нам понадобятся вот такие вот подвесы для крепежа профилей 60 на 27 каменной, либо деревянной в стене. Цена за подвес порядка где-то 3,5 рублей. Значит, еще нам понадобятся дюбель-гвозди для крепежа подвесов к кирпичной стене. Если это у нас будет деревянная какая-то стена, то понадобятся саморезы по дереву черные 32 миллиметра. Этого будет достаточно. Если это у нас какая-то гнилая будет стена, то, соответственно, понадобятся саморезы уже подлиньше. Понадобятся саморезы к лоб. Выглядят они вот так вот. Крепятся подвесы к профилю 60 на 27 по бокам. Понадобятся саморезы с пресс-шайбой, острые, для крепежа профилей к профилям. Понадобятся саморезы 25 миллиметров по металлу, для крепежа гипсокартонных листов к металлическому каркасу. Также нам понадобятся крабы. Вот здесь вот на данном образце. Вот они вщелкиваются в профиле вот так вот, таким образом. Эти ушки загибаются. И крепятся вот этими клопами по бокам. То есть для чего нужны крабы? Вот на данном варианте я показываю. Значит, высота стен от пола до потолка здесь трехметровая. Гипсокартон у нас идет стандартная его величина 2,5 метра. То есть здесь нам приходится наращивать полметра. И приходится пускать горизонталь. Вот для этого используются крабы. Вот таким вот образом. Гипсокартонные листы. Цена их на строительном рынке примерно 230 рублей за лист толщиной 9 миллиметров. Стандартная его величина 1,20 на 2,5 метра. Покрывает он 3 квадратных метра стен либо потолков. Различаются гипсокартонные листы еще по двум критериям. Есть лист 9 миллиметров и лист 12 миллиметров, который потолще. Листы 12 миллиметров используются в отделке стен. Листы потоньше, которые идут 9 миллиметров, используются обычно в отделке потолков. Но также их используют и в отделке стен. Как мы видим на данном примере, здесь у нас стоит лист 9. И крепеж тогда в таком случае нужно производить шагом через 40 сантиметров. То есть у нас здесь должно стоять 4 профиля. Идет первый профиль, второй, третий и четвертый. То есть профили ставить нужно почаще. Если это у нас идет лист гипсокартонный 12 миллиметров, то всегда по технологии ставить в только 3 профиля через 60 сантиметров. То есть два по краям, а один в середине. Вот такое вот различие еще есть в монтаже этих разновидностей листов. И еще нам понадобится минеральная ватурса, если требуется утепление стен. Этот материал тоже можно добавить к списку. ГКЛ различается на две категории. Влагостойкий, вот он у нас зеленого цвета, как мы видим на данном примере. Он применяется в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня и санузлы. И лист серого цвета, он применяется в помещениях с нормальной влажностью.